добрый день дорогие друзья всем салам алейкум из казахстана вместе с вами хочется рассмотреть один из частых вариантов которые попадают мне в руки на примере вот такой батарейки значит это батарейка у нас талды курганская маркировочка и дата выпуска 125 день 19 года 125 день это май месяц то есть батарейки 4 года и батарейка батарейку привезли в плачевном состоянии очень плачевном состоянии так давайте посмотрим напряжение как же раскорячиться то попробую вот так вот что вы видели он начала 2 вольта показывать на тот момент когда ее привезли привезли полтора часа тому назад было 17 не знаю за счет чего поднялась напряжение напряжение может на дышал на нее хрен его знает она вы прекрасно видите напряжение которое на этой батарейки и плотность по банкам у нас отсутствует то есть она присутствует но самое минимальное поплывок у нас поднимается и такая плотность у нас во всех абсолютно во всех банках уровень немножко разные дело в том что судя по крышкам батарейка очень частенько ныряли не знаю что там делали доливали подливали выливали но вот такой вот вариант у нас почему решил записать ролик хочу вместе с вами начать работу сразу на вымпеле потому что очень много нареканий какого хуя ты нам показываешь своих китайцев нам интересно твоя работа на вымпеле давайте начнем работу от максимально разряженной батареи с 57 вымпела но хочу предупредить сразу предупредить что работать я буду два с половиной где-то часа на вымпеле и на ночь я все равно ее перекинул на китайцы так как мне нужно чтобы эта батарейка как можно быстрее зарядилась и как можно быстрее я получил с нее свою маржу так ну что давайте закинем ее в зарядный боксик и начнем и охматить потихонечку итак батарейка в зарядной боксе с чего я начну друзья я буду показывать много возможно буду якать но кому это не нравится значит не нравится так пытаюсь объяснить и показать свою работу поэтому без всяких ссылок на каких-то подсказчиков или всех прочих я ссылаться не буду так как мы начнем работать подключаем наш вам пилочек и выставляем 13 вольтиков у нас стадия будет предзаряда так вот вот так вот примерно выставляем и ток выставляем 3 и 7 ампера то есть пять процентов но вот так пойдет 37 38 здесь небольшой разброс не столь важен важен так подключаем наша зарядная и видим что ничего на нашем вымпеле не происходит абсолютная тишина никаких движений засекаем время время у нас 20 минут 4 и буквально практически через 74 секунды видим 01 миллиамперчик потек ток сторону батарейки вымпел сразу пишет заряд окончен по хую работать не хочу хочу отдыхать 02 амперчик а появилась ну давайте подождем дело в том что не у всех есть два зарядных вернее не два зарядных блять не каждый может воспользоваться теми конкретными темы теми методами какими пользуюсь я имея в своем арсенале достаточно зарядных устройств для работы с аккумуляторами поэтому если вы имеете выпил ну примерно примерно я покажу работу от начала и до самого завершения не хочу говорить до конца до завершения так пропиздил я еще две минуты ну что будем подключаться по мере нарастания тока только тока или только напряжение ну видно будет короче друзья через 20 минут после начала работы с опущенной нашей батарейкой мы видим вот такую картину 0 5 ампер уже у нас но напряжение также 12 8 давайте немножко сделаем подпор до 13 вольт вот так вот так вот и блять много незначительно подопрем или подперем внутри нас 13 2 бля это многовато вот так вот такой незначительный подпор по напряжению и продолжаем нашу работешку друзья спустя буквально час и одну минуту уже две видим вот такую картину вымпел показывает 90 процентов заряда при всем при этом напряжение держится у нас на 13 вольтах отток медленно но уверенно начинает расти и уже вырос до 1 и 2 вольта 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 или вольта судьба не в этом но напряжение как мы видим стоит на прежнем уровне а то постепенно постепенно растет и буквально рост начался где-то минут 20 тому назад с 0 7 вольт и ампер мить и подошел уже 1 и 3 ампером всего вошел батарея 0 7 амперчик а что уж продолжаем двигать нашу тему дальше сначала наши уникальные спецоперации аккумуляторные прошло три часа две минуты 528 ампер вылетела с нашего выпила 57 и как видим ток начал уверенно расти а напряжение слегка снижаться сейчас 12 8 друзья немножко переобулся в воздухе и все-таки решил отработать эту батарейку от начала и до конца именно на вымпели 57 время у нас 25 7 пришло время переодевать колготки идут до дому но оставлю на ночь переночевать оставлю переночевать эту батарейку на вымпели и первый цикл предварительный заряд мы проведем также на орион чеки нпп орион вымпел 57 неплохое зарядное устройство это не реклама друзья ни в коем случае так ну что разворачиваюсь и переодеваюсь поворачиваюсь и уебу из гаража а вымпел пусть работает до утречка друзья приехал на работу час тому назад были люди некогда было начать видеозапись но было время помониторить как ведет себя батарейки в процессе нашего предварительного заряда сейчас посмотрим сколько времени прошло как видим 13 вольт у нас и 1 и 7 ампер ток но проблема в том что ток у нас начинает расти даже на предзаряде забыл упомянуть в начале ролика о том что эта батарейка простояла целый год то есть автомобиль не эксплуатировался и батарея только за счет саморазряда так 19 половиной часов у нас прошло времени и 50 грубо говоря 58 ампер батарея приняла эту батарею я брать не хотел в работу но привез пенсионер он приобрел эту машину которая простояла год и я решил больше не для того чтобы скажу прямо надежды на то что это батарейка восстановится у меня было очень мало мы принципе этой надежды до сих пор нет но я это делаю больше будем так говорить для для записи вот этого данного ролика чтобы мои зрители увидели очередной процесс работы с такими безнадежными батареями даже по сроку по сроку эксплуатации по возрасту батарейки четыре года поэтому можно сказать что мы не знаем как эта батарея эксплуатировалась но видно что когда-то муха звонят сейчас отвечу и продолжим наш ролик немного сбились мысли но давайте попробуем вернуться к тому о чем я хотел сказать судя по пробкам батарейку часто ныряли видимо были какие-то проблемы с ней и нам неизвестно как эту батарею обслуживали что в нее доливали не доливали короче за четыре года могу произойти все что угодно с ней так для того чтобы определить план дальнейшей работы давайте сделаем несколько измерений для начала измерим температуру батареи в начале сверху так 25 начал 6 банки 26 5 4 27 3 28 28 2 29 1 30 теперь давайте снизу измерим температуру 25 26 30 3 банка 29 27 26 видим неравномерный прогрев это говорит о том что батарея возможно сульфатирована неравномерно даже по банкам и по пластинам так что у нас по кипению на 13 вольтах 6 кипит 5 кипит 4 практически не видим кипения 3 кипит 2 хорошо кипит в первые баночки мы также кипение практически не видим давайте замерим теперь плотность так плотность первая баночка на прежнем уровне 2 маночка также без подвижек 3 баночка без подвижек так вот 4 баночка у нас под большим вопросом потому что плотность отстает от предыдущих банок и 6 банка так план работы был выбран на вымпеле именно такой алгоритм был выбран на вымпеле 57 хотя мне проще было работать на китайце на китаец поставил и поставил 5 процентов и в принципе постепенно предзаряд у нас перешел бы в основной заряд без каких-то разрушительных последствий для этой батареи даже с учетом того что я ее оставил на ночь на вымпеле я это сделал для того чтобы вымпел наш не не отключался вернее вернее не перешел в режим буфера как мы знаем буферный режим вымпела мягко говоря не важный то что он пишет что заряд окончен на самом деле заряд продолжается и в этом плане вымпел конечно проигрывает китайцы так что мы будем делать дальше сейчас я отключаю вымпел вот заряда и мы посмотрим в течение где-то получатся до какого напряжения у нас упадет нрц это позволит нам сделать окончательные выводы стоит возиться с этой батарейкой дальше либо эту батарейку все-таки придется нам списать так время 20 минут 12 давайте полчасика дадим отстояться на вымпеле и возможно продолжим работу а возможно на этом наша работа с этой батареи будет остановлено друзья прошло ровно час после того как мы батарейку поставили вот стой и как видим все наши косвенные признаки того что батарея не рабочая что батарея замкнута они приобрели четкие очертания где видим нрц 10 4 вольта то есть одна банка у нас не работает но в принципе это было понятно самого начала самому изначально я эту батарейку не хотел брать в работу взял ее только для того чтобы записать данный ролик давайте продолжим но мы продолжим работу это опять же только для того чтобы показать как я работаю с батареями на именно от начала до конца конкретно на вымпеле 57 если бы у нас напряжение было в районе 12 вольт это говорила бы о том что батарейка еще поживет еще поработает можно было на нее потратить время но мы потратим на нее буквально пару парочку часов еще для того чтобы я это сделаю для того чтобы рассказать вам друзья как я работаю с данными батареями сейчас мы закрываем пробочки обновляем вымпел теперь включаем его в разведку выставляем 14 8 вольт вот так 14 8 и ток заряда 7 ампер ориентировочно 10 процентов это мы переходим на основной заряд все подключаем нашу батарейку и в процессе заряда будем мониторить вот эту четвертую баночку вырезала семь с половиной ампер нормально пойдет что уж продолжим этот ролик это уже будет не работа считаться просто продолжение ролика стараюсь пояснить объяснить не всегда это получается друзья повторюсь до блогера мне далеко я обычный аккумулятор щеки показывал вам свою работу с возможными пояснениями и объяснениями так что будем смотреть и работать дальше с нашей опущенной батарейки проработали почти час двадцать давайте сделаем кое-какие замеры и постараемся сделать кое-какие выводы так но для начала давайте замерим температуру на батарее 6 28 5 30 4 33 3 33 2 34 и первое 32 теперь давайте посмотрим по кипению начнем давайте 6 баночки видим кипение это видим кипение 4 на удивление я почему-то думал что у нас четвертая банка не пойдет но не пошла другая баночки 3 баночки кипения 2 баночка кипения и и первая баночка кипения нет то есть опытным путем мы определили что они это есть до небольшого кипения бульканье что в первой баночки у нас кое-что есть ничего нет то плотность баночки у нас как было единичка так она и осталось давайте пробежимся еще по баночкам так 2 плотность у нас появилась 11 13 третья баночка 3 баночка 1 13 4 баночка до 4 баночка также у нас в глубоком отставание единичка кипение появилась от руку нету так 1 12 пятая баночка и 6 1 12 какие-то продвижения у нас пошли за исключением первой банки наверное повторюсь но скажу что с этой батареей я изначально не хотел работать и на этом наглядном примере я надеюсь что я смог до вас донести что с какими батареями стоит терять время а с какими не стоит сейчас мы сделаем следующее сейчас мы отключим так каким термометрия у нас достигла красной линии почти 35 градусов на некоторых из банок заряд отключаем и посмотрим просадочку по отстою время без 15 2 дадим часок отстояться и по всей видимости будем записывать окончание ролика и подводить итоги нашей безупречно безнадежной работы прошло два с лишним часа отстоя и самое время нам подвести итоги как видим нрц 10 и 4 вольта на батарее смысла дальнейшей работы с этим аккумулятором я не вижу но ролик по итогу я думаю возможно будет полезен тем кто еще думает стоит заниматься не стоит вот с такого типа батареями много вопросов в комментариях по поводу того почему я не показываю свои неудачные там моменты работы с батареями но возможно потому что обраковка вот таких батарей у меня идет на этапе еще приемки эту батарею я также не хотел оставлять у себя чтобы она здесь путалась под ногами у меня но в процессе приемки созрел план по созданию вот этого ролика получился он не получился судить об этом вам конечно ну давайте подведем итог первое что повлияло на то что батарея вышла из строя это конечно же возрасте 4 года но нет это не первое это наверное самое последнее одно из первых по всей видимости неправильное обслуживание до того момента какой я гордый важный пока она попала ко мне второе это длительный простой с саморазрядом вернее саморазряд приведший который привел к двум вольтам вот эту батарейку или вольтам по итогу батарея с батареей не стоило заморачиваться не стоило тратить время но опять же для пользы дева для пользы нашего всеобщего дела этот ролик я записал и по итогу вы его сейчас смотрите таких вариантов привозят очень много как я уже говорил о браку от браковку таких батареек я делаю на этапе прием проверки и как правило такие батареи я не беру в работу потому что чудес друзья не бывает многие верят чудеса пытаются сделать какие-то воскрешения но это бесполезная трата времени бесполезно и ненужное кстати ради интереса давайте все-таки не хотим ничего делать никаких замеров но ради интереса посмотрим что данная батарея выдает выдаст нам на гора после непродолжительного непродолжительного основного заряда на пяти баночках так сказать для создания более полной картины это пятая баночка вернее вышедшая баночка каким-то образом а проверьте соединение нет это батарея на 10 вольт вольтах еще раз плохое соединение было так но это батарея 600 ампер у нас нет в лучшем случае даже если бы эта банка первая баночка у нас было в работе по итогу эта батарея была уже не крутящая так что невелика потеря друзья если есть какие-то вопросы есть какие-то пожелания пишите в комментариях постараюсь ответить на все вопросы пожелания если что-то в моих силах запилить показать тоже постараюсь это сделать возможно в ближайшем будущем запилю ролик по работе с вымпелом на нормальной на рабочей батареи то есть от начала до конца постараюсь поработать на выпили хоть не это не удобно но для для тех подписчиков подписчиков у которых есть только выпил 57 постараюсь показать приемы и методы своей работы с такими аккумуляторами ну а на этом хочу всем пожелать добра удачи здоровья благополучия берегите свои батарейки друзья всем пока